Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу апгрейдить немного свою информацию о материалах. Уверена, что расскажу сегодня на самый короткий вариант, потому что до этого некоторые уроки у меня снимали до часу, и вообще рассказы про материалы. И я подумала, что пора сделать новый, более короткий, более емкий и понятный, так как наверно длинный, но уже много людей не пугать. Потому что по факту, уже учитывая большой опыт работы, у меня уже сложилась какая-то общая картина, какие материалы мне реально пользуются, кем и нет. Допустим, изначально по списке материалов к курсам я писала фавер, кастом, линер и браш. Почему это было и аналогичные вещи, откуда брались. Когда я начинала рисовать скетчи в 2015 году, в среде 2020, ну, почти три года назад, я покупала оригинальные тачи, китайцев тогда не было на нашем рынке в таком количестве, и вообще я не узнала только спустя года полтора, о том, что можно покупать дешевые маркеры для начала работы. И, соответственно, у меня было там 20-30 маркеров, и какие-то дополнительные капиллярные ручки других цветов, они помогали просто в общем, в общей гамме добавлять цвета. Также я использовала цветные карандаши, которыми я также дополняла какие-то полутона, которые невозможно было сразу добрать не имеющимся маркером. То сейчас, когда в принципе можно у китайцев купить сразу наборы 160 штук там за 5000 рублей, и иметь практически ну всю возможную гамму для хорошего интерьерного скетчинга, тем более сейчас наш российский рынок тоже наполнен вполне адекватными ценами на маркерах. И сейчас я хочу именно сказать про скетч-маркер. На самом деле я вот в этот мешок собрала просто первые попавшиеся маркеры, просто чтобы была красивая цветовая камера, чтобы показать. И если посмотреть здесь конкретно на то, что здесь присутствует, здесь 90% скетч-маркера. Потому что когда сейчас в Москве приходишь в магазин, ты можешь увидеть либо копики по 690 рублей за штуку, либо стайл файлы за 450, либо тачи за 450, и как бы графиты, эти графиты, да, и чарт-паки, все это от 350 за штуку, соответственно. Я прихожу в детский мир, там есть передвижники, я беру 5-6 маркеров, подаю там 2-3 тысячи, и как бы хочется сказать, в WhatsApp. Скетч-маркер стоит от 100-10 рублей за штуку, соответственно, мы можем на 3 тысячи рублей купить аж 30 штук. Вот, а если покупать их наборами, какими-то большим количествами, то это все будет еще дешевле. Поэтому сейчас это действительно маркеры, которые можно купить не дожидаясь ничего из Китая, а в России в свободном доступе, очень достойно. В этом видео нет как бы рекламы, да, они мне за нее не платят, просто это действительно хорошая альтернатива вообще китайцам и всему остальному, и вообще всему европейскому рынку, потому что цена, реально цена в 4-5-6 раз дешевле. Это актуально, я думаю, для любого человека актуально. Плюс сейчас у скетч-маркера появился наконечник браш, очень хорошая кисточка, они, я думаю, там еще со временем ее доработают, сейчас, чтобы получить достаточно жидкую заливку, нужно очень сильно нажать, если совсем чуть-чуть нажимать, будет такая легкая штриховка, как раз которая хорошо сделана полтона. С кисточкой они в черном корпусе, без кисточки они в белом корпусе, то есть с обратной стороны лопатки толстой, тонкий наконечник. Это что касается наконечников. Для интерьерного скетчинга вполне подходят любые, так как основной наконечник для интерьерного скетчинга это лопатка. Вот даже на курсе, который я провожу, если мастер-класс, я всегда говорю, что сом лопатка, ей быстрее. Все хотят учиться рисовать быстрее, потому что если мы с вами будем красить скетч вот этим наконечником, пулей, ну, во-первых, это будет как детским фломастером раскраска, так очень долго и зачем. Этим наконечником можно делать красивые стильные линии, заливать быстрые, эффектные, многостольные. Это по фирмам. Я в конце этого видео выдам вам сразу просто поиск на Алиэкспресс, как найти китайцев, которых можно купить дешево и хорошие, потому что нет смысла. Мне начинают под видео, очень спрашивают продавца. Но продавец он сегодня есть, а завтра нет. То есть даже те, у кого я покупала, их через месяц уже нет. Поэтому ссылку на продавца давать смысла нет. В данной подборке сейчас у меня нет, но у китайца здесь нет, что-то показать. Но китайские маркеры есть двух разных рядах. Это Fine Color из хороших, которые очень похожи на скетч-марки по корпусу и кистям. И это Touch New, который я обычно рекомендую. Также есть Touch 5, это то же самое, но я просто Touch New пробовала. Они сделаны а-ля корейские Touch, то есть номера совпадают. Допустим, какой-нибудь корейский BR-104 и китайский Touch, точнее BR-104, это будет то же самое. Плюс-минус, но будет то же самое. Поэтому для старта вы можете купить на Алиэкспрессе, я в конце видео увидите, я покажу вам, как искать. Ну, за 2,5 тысячи 86. Ну, покупайте сразу больше. Актуальный момент, то, что помимо вот этого кода базового набора из 80 маркеров, обязательно возьмите еще набор из серых. Сейчас, в последний год, появилась во всех фирмах очень классная палитра серых цветов. Серые цвета, они вообще для интерьерного скетчинга, для любого, для архитектурного, любого скетчинга, они основополагающие. Там у нас с вами идет голубовато-серый, зелено-серый, розово-серый, желто-серый, какие хотите серые. Теплый, холодный, зелено-серый, фиолетово-серый. То есть, вот это все только ими можно нарисовать красивые интерьеры. Поэтому эти должны быть в первую очередь. Пусть у вас лучи красного не будет, или один красный, но красивый. Но те очень нужны. Поэтому обратите внимание, если покупаете стартовый набор 80 цветов, там будет много ярких, не будет много серых. Хотя там будет вот эта база холодный серый, теплый серый, базовый, warm gray и cool gray в этом наборе. Обращайте внимание на серый. То купите просто отдельно, где есть BG, цвета это blue gray, GG, green gray. Они круто, очень разбавляют интерьер и способны практически любого эффекта добиться. Так, значит, маркеры. Какие есть фирмы, которые я вам перечислила? Это Копик. Это самые дорогие маркеры на рынке, самые старые, в смысле самые разрекламированные, брендованные, американские, японские, made in Japan, японские. Они хороши тем, то есть их цена оправдана тем, что, ну, во-первых, они первые, они раскусили свое имя, вы были миллиардом рекламы, соответственно, должны вы за это заплатить. Ну, и то, что у них самая обширная палитра цветов, порядка 300 цветов. Скетч-маркер на данный момент практически приобретился. То есть у скетч-маркера сейчас 250 цветов. Раньше Копики покупали только потому, что вот такого оттенка желтого ни у кого больше нет. Сейчас такого нет. Сейчас у скетч-маркера можно любой цвет выбрать. Поэтому смысла приплатить в 7 раз больше за Копики я не буду. Но кто хочет, может попробовать. Я тоже себе купила. Я когда была в Таиланде, там из-за близости Таиланда с Японии, можно было купить по стоимости 250 рублей за штуку оригинальные японские Копики. Заказывала из Бангкока. Купила себе наборы с 70 штук. Не помню, штук 50 купила, в общем, 30 за 20. Просто, вы знаете, это как Муилетон. Вы знаете галочку, я купил бренд. Вот, знаете, кроме как этой галочки, эти Копики не принесли мне больше никакого удовлетворения. То есть, по сути, разницы я не вижу. Я не скажу, что я не вижу разницы с китайским за 30 рублей. Просто наконечники другие. По мне, так даже китайские тачи не текут. Потому что кто-то говорит, текут. Майклор, говорят, подтекает. Или тачфайф подтекает. Ну, вот как бы, для меня Копики – это те цвета, которых никому нет. Только если какие-то такие отдельные покупать. Также есть марки графит, хорошие. Стайл файл, хорошие. То есть, это просто средние, хорошие маркеры. Стоимостью 350-450-550 рублей за штуку. В зависимости от наконечников. Приходите в магазин, вы их видите. Также есть молоток, есть тач оригинальный корейский. Они есть тоже в черном корпусе и в белом, с кистью и без. Тоже стоит порядка 350-450 за штуку. Это все очень хорошие спиртовые маркеры. Можно покупать другие. Опять я, видите, стала говорить долго, потому что это невозможно не сказать. Это вечный вопрос. Зачем вы покидать, а вы кубики? Это вечная война. Подделки, не подделки. Подделку, может, если кто хочет позвать, не подделку, избранные, ну, грубо говоря, у кого есть лишние средства на это. Но сразу бежать покупать копик и думать, что от этого у вас эскиз станет лучше, не надо. Поверьте, не надо. Это что касается маркеров. Для старта любого курса нужно купить этот набор от 80 штук. Ну, потому что иначе вы будете чувствовать себя ущербно с 30 маркерами. Для базовых курсов, в принципе, хватит там и 40. Но зачем? Купите лучше за 3000 китайцев 80-90 штук. И все. У вас будет много, вы можете что хотите делать. На старте купите китайский набор. Потом пойдете докупать себе в магазин в удовольствие какие-то красивые цвета. Но на старте я настаиваю на китайцах. Потому что важно на старте количество. Количество цветов. Маркеры. Обсудили. Храним их либо в мешочках вот таких, либо в коробочках. Вот так, чтобы вы всегда видели вот так их. Вот так. Никогда не свалены на столе вот так и начинаете искать. Вы должны видеть всегда шапки. Тогда удобно выбирать. То есть хранение маркеров – это тоже актуальный вопрос. Сейчас есть много аккаунтов, которые продают классные, удобные, красивые коробки. Которые и красиво на столе смотрятся, и очень хорошо хранят маркеры. Обратитесь тоже на это внимание. Я вам обязательно покажу тоже скриншот тех, кто делает классные коробки. Но не в качестве рекламы, а потому что просто эти вопросы посыпятся. Потому что, ну, мне это нравится. Мне такой есть как бы. Мне его никто не дарит. Вот так. Вам никто не дарит. Следующим важным элементом нам нужна масштабная линейка. Выглядит она вот таким образом. Она такая трехгранная. Вот такая трехгранная. Стоит на порядка тысячи рублей. Может быть, на 700 тысяч. Какие нужны масштабы? Важно для интерьерного скетчинга без масштабной линейки вообще никуда. Я объясняю вам чётко строить. Не просто а-ля какой-то интерьер по фоточке. Мы с вами строим конкретно по размеру. Потому что, если мы работаем с дизайнерами, у нас есть конкретный интерьер конкретного размера. И обо что нам как бы не годится. Нам нужно чётко построить стены. Четыре на пять. Мы берём масштабную линейку. На ней должны быть масштабы. Записываем. Двадцать пятый, пятидесятый, семьдесят пятый, тридцать третий, двадцатый и десятый. Десятый – это сотни. Вот эти вот. Они существуют где-то четырёх видов. Разные масштабы. Обратите внимание, что обязательно был пятидесятый, обязательно был тридцать третий. Семьдесят пятый пользуемся редко. Как правило, на четыре мы рисуем интерьеры в масштабе пятидесятый. Тридцать третий – очень хорошие, большие помещения, типа, для маленьких помещений, типа, туалетов. Когда у вас там два с половиной на три и на четыре как раз не помещается. Либо когда вы рисуете в формате оттуда. Так что масштабная линейка обязательно, обязательно нужна. Её первую нужно купить. Можно маркеры отложить, заказать их в Китае и ждать. А начать рисовать любой курс, используя масштабную линейку, бумагу любую, ну, для просто чертежей. Хотя сразу советую рисовать на обнимание для маркеров, привыкать к ней. И масштабная линейка нужна сразу приобретать. Дальше, что нужно? Обязательно нужен механический карандаш. Я старую именем механического карандаша. У меня когда-то вымолился. Но механический карандаш, все представляют, что это такой, как это выглядит. Это вот так нажимаешь и выдвигается тонкий стержень. Стержень вот в таких коробочках продаются. Покупаем стержень 2H или 3H. Толщина карандаша 0,5 или 0,7. Но обязательно твердый стержень. Потому что, когда мы с вами строим большой мелкий интерьер, очень много линий, особенно у новичков при построении получается, что потом получается каша из графита, рукой размазываем, получается лист грязный. То есть здесь важно, чтобы именно стержни были твердые, механический карандаш. Потому что обычный карандаш, он тоже толстые линии делает. А интерьер это все-таки тонкая, деликатная работа. Когда мы рисуем с вами какой-то вот такой предмет, в принципе, можно его нарисовать и обычным карандашом. Мы тоже твердым. Но для каких-то мелких интерьеров лучше использовать механические. Тоненькие будут аккуратные линии, которые удобно обводить. И стержень. Дальше нам понадобится вот такая клячка. Это такой ластик. Называется клячка. Продается в художественном магазине. То есть не жесткий ластик, который может порвать бумагу. Бумага для маркеров тоненькая, на 70 грамм. Эти очень хорошо собирают только грязь. То есть у вас зажимы не останутся, а эти грязь собирают. Вот клячка. Запишите тоже. Дальше. Выдвигающийся ластик. Они выглядят по-разному. На кассах обычных художественных магазинах, типа передвижника и красного карандаша, всегда стоят. Вот он так нажимается, как механический карандаш. И выдвигается. Вот этот ластик. Сдержан ластик. Очень удобно. Конкретно вот этот тонкий, самый клевый такой для мелких интерьеров. Это Mono Zero. Он называется. Это, по-моему, тоже японский. Mono Zero. Но это купить проблематично. Made in Japan. Более толстый, раза в три толще. Продаются в любом практически магазине. У этого размер, как на механическом карандаше с обратной стороны. То есть, стирать мелкие вещи. Для крупных вещей вот эта клячка. То есть, а где-то у лампочки, там что-то подтереть. Дальше, что нам с вами нужно для работы обязательно, это линеры. Линеры – это то, чем мы обводим скетч. Вот. Мы его обводим. Обводим. То есть, все линии карандашом, которые нарисованы, их не видно. Их не видно. Они стираются. Получается, нам нужна с вами вот эта четкая графитная обводка. Черным линером. Сейчас еще покажу, где это хорошо видно, допустим. Да, видно здесь вот обводка. Это здесь как раз показана лопатка, как маркер толстого изна. Линеры обязательно, да, для того, чтобы прорисовывать. Вот эти углы все черные аккуратные. Самые хорошие линеры – это пигма-микрон. Выглядят они вот так, они в таком бежевом корпусе. Называются так пигма-микрон. И имеют толщину 0,1, 0,2, 0,3, 0,05. И также есть наконечник, браш, который выглядит как кисточка. Если обычный, выглядит вот такой просто тонюсенький, как капиллярная ручка, этот выглядит как кисточка. И можно рисовать более живую и толстую. Нужно купить набор. Они продаются в наборах. Там сразу 8 штук. Будет 0,0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 и браш. Вот такой наборчик. Почему именно пигма-микрон? Они не размазываются маркером, если вы сразу начнете рисовать. Потому что если вы купите Faber-Cast, Touch, это все будет размазываться. Кобики, ну так, 50 на 50. Кобики тоже стоят еще дороже. Стоимость такого линера 1,2 рубля. Но поверьте, как бы это важно. Потому что если вы нарисовали графику, а потом по ним возмули маркером, и все размазалось, как бы и надо подождать сутки, это никому не надо. Так что хорошие линеры. Тоже есть китайские аналоги. Выглядят так же, продаются на Алиэкспресс. Называются тоже примерно так же. И не размазываются. Вполне. Ну, чуть хуже, но там нет. Дальше для работы с цветом. Нам с вами понадобится белый пастельный карандаш. Обратите внимание, что должен быть сухой. Конкретно, конкретную прямо марку не говорю, потому что столько перепробовала, через раз, ну, так себе. Поэтому я сейчас перешла просто на пастельный мелок. Вот купила Faber Castor просто из набора пастели, где поштучно продается тоже в художественном магазине мелок. Белый, ярко, красивый рисунок. Покажу, для чего он нужен, чтобы вы сразу поняли острую необходимость его покупки. Он нужен для того, чтобы показывать белые глики. Например, как на этом положенном пуфике. Без белого мы здесь никуда. Это вот белый пастельный карандаш. Обратите внимание, сухой белый пастельный карандаш. Не масляный, не акварельный, никакой. А белый сухой пастельный, который вот так хорошо, ярко рисует. Соответственно, белый пастельный мелок делает то же самое. Вот такие яркие белые глики. И мы можем пальчиком подтирать. То есть такая вот уже живопись. Это тоже обязательно приобретение. Также обязательным элементом является белая гелевая ручка. Покажу ее, ну, где показать ее. Ну, вот, например, на этом скетче я вот тоже делала отделку. Вот я подпись здесь написала. На люстре блики добавляла. То есть белая гелевая ручка. Здесь вот я мрамор рисовала, текстуру. То есть белая гелевая ручка, она типа как белый пастельный карандаш, только тоньше. И вот более деликатно ложится и пальцами размасывается. Когда нужно еще более клевые ядерные блики. Например, вот как на этой вазе я вот здесь добавляла. Я использую корректор-замазку, который продавится в обычном пастельарском магазине. Обычная замазка, вот, Зашан, в Туруле. Эрик Краузер. Она делает белые плотные залитки. То есть вы можете прям подправить кляксу, если где-то лякнули. Нарисовать блики, нарисовать цвет из окна. Все, что хотите. И поверх нее можно рисовать маркером. То есть, допустим, у вас желтый свет от лютера, желтая лампочка. Вы ее включаете замазанный черным. Вы рисуете ее белым корректором, высыхает. И сверху желтый. Получается светло-желтый. Очень красиво. То есть можно восстановить что угодно. Вот, кстати, в этом вот ролике, да, на ютюде тоже выложил. Здесь я много использовала, как раз поправляла форму. Может, дорисовывала. И поверх маркера. И очень красиво ложится, не стирает. Так что, вот, наверное, это материалы из графических. И обратите еще внимание на вот такой белый перманентный маркер Centropen. Очень классно перекрывает. Ничем не хуже замазки. Тоже, если попадется, обязательно купите. Все. И бумага. И бумага. Вот обратите внимание на бумага тоненькая. Вот она 70 грамм. Танюсенькая, белая, красная такая бумажка. Неглянцлая, белая, белая, маленькая. Я вам сейчас пререкламирую вот эту бумагу. Black Bunny. Black 13 Bunny в Инстаграме. Зовут мальчика из Краснодара. Sketchbook мечты.rf.site. Вот такие скетчбуки. Вот так выглядит. Вот эта белая, зонюсенькая бумага. А с обратной стороны она такая глянцлая. Свет такая. Она не дает пропитываться на другую сторону, на другой линии бумаги. То есть вы можете прям с клейки рисовать. Получается, еще раз показываю, да. Я сейчас перешла только на нее. Вот чтобы вам не показывать 150 грамм, чтобы вы забудрались. Кончательно. Вот эту бумагу рекомендую рисовать. Вот с обратной стороны получается такой эффект. То есть просвечивает. Но как промокашка все останавливается. В чем плюс? И вообще, в чем вообще плюс именно тонкой бумаги, а не толстой? То, что маркер в нее не впитывается. Некуда впитываться. Тонкий слой бумаги с обратной стороны клеенка, грубо говоря, как файлик. Соответственно, маркеру некуда впитываться, и он остается в маркере. А не берет бумагу, как промокашка. Вот как минус толстой бумаги. На толстой бумаге. Зато есть другие плюсы, с которыми я не работаю. Вот, например, я принесла вам показать. Допустим, вот скетчбук с толстенной бумагой. 160 грамм. То есть, ну, 2,5 раза тоньше. Это бумага Max Rollboots, Вика Минеева. Large White Black Note. Делан в Сибири. Скетчбуки классные. Но все пропитывается на противоположную сторону. Вот, да? То есть, если не подкладывать сюда какой-то вот такой лист, то все будет на втором месте. То есть, постоянно занимаешься подкладыванием промокашки. Можно забыть и спортишь лист. А скетчбук, надо же, чтобы ты листал его красивым, впитывает маркер безумно. Я вот этот скетч рисовала 3 часа. Вот и причини, что у меня постоянно весь маркер, который я на него наносила, постоянно впитывался, 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 впитывался. Я снова рисую, снова впитываюсь. То есть, для интерьерного скетча, по мне, это не подходит. Для портрета возможно, потому что там многослойный, лисировка, слой за слой, объемчик, румяна, тональник, да, там. Там это возможно в том. Но при интерьерном скетчинге, я считаю, что нет. То есть, лучше использовать только бумагу, на ней два слоя накрасили за 15 минут, у вас клево выглядит. Зато 3 часа красите, 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 красите. Бумагу все впитывается, впитывается, впитывается. Это не антиреклама. Просто для интерьерного скетчинга, на мой взгляд, это не подходит. Но огромный плюс этой бумаги в чем? На нем, на ней работает блендер. Есть такой пустой маркер, ну, здесь у меня с собой его нету. На нем написано BL Blender. То есть, это как бы маркер без цвета. Просто заправленный, ну, а-ля спиртом. Которым можно поверх темного, прям вот так тереть, 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 и вызветлить до белого. На то нажимание это сделать нельзя, потому что, как я вам сказала, то, что вы нанесли, сразу впиталось. А здесь можно вытереть. То есть, допустим, вот я в первом эфире рисовала как-то вот этот скетч. Вот здесь, здесь было одинаково. То есть, здесь я просто вымелила блендером. Но, честно, это практически не требуется. Поэтому лучше не дарить маркеры и не тратить время. Потому что на это уходит гораздо больше времени. Потому что ты видишь, ты нанес цвет, а его бумаг сожрал. Все скетчи, нарисованные в этом скетчбуке, заняли адское количество времени. Поверьте, если бы я вырисовала на тонкой вот этой бумаге, заняло бы в три раза больше, а те, кто бы их туже. Поэтому, да, вот так куда-то поехать, я тоже еду, беру с собой скетчбук. Вот у меня промокрашка подъезжает, они сразу ее укладывают. Я беру скетчбук, беру бумажку подложить и подкладываю. Ну, вот так, так, так. Но, когда работаешь рабочие проекты, тебе скетчбук не нужен. У тебя весь стол завален именно бумажками, отдельными листиками, отдельными проектиками. И это все удобно. И это все удобно. Так что, ребята, вот такая информация про материалы для скетчинга. Про них, конечно же, можно, как и на любую другую тему, в общем-то, если подсесть, про похудение, я тоже могу бесконечно поговорить. Так что, эта тема бесконечная. Я надеюсь, что это заняло 20 минут не так страшно, но информация много полезной, хорошей, актуальной на марте 2018 года. Ну, а сейчас я вам покажу наглядно в телефоне, в поисковиках, таким образом найти те маркеры, про которые я рассказала, и про другие материалы, в том числе с Алиэкспресс. Покажу я вам сейчас эти маркеры Sketchmarkers Club, которые я вам показывала в своем мешочке, чтобы сразу исключить вопросы и сказать, где их можно купить. Соответственно, вот так он называется аккаунт Sketchmarkers Club. Здесь вы видите ссылку на сайт, на котором, собственно говоря, можно купить маркеры. И на сайте также у них есть много чего другого интересного. Смотрите, открываю сейчас я ссылку на сайт. Здесь мы видим как раз вот эти маркеры. О них написаны, написаны цены. То, что от 85 рублей в наборах, 163 рубля, 401 цвет будет у них палитра. То есть они хотят переплюнуть других мировых производителей. Сейчас на данный момент где-то в районе 250 цветов. Дальше можно здесь идут вот эти браш в черном корпусе, то, что я вам показала, обычные, с тонкой пулей. И, соответственно, здесь полная палитра, которую можно скачать. Полную палитру ее увидите. Текущая палитра, 253 оттенка. Потом тут примеры работ, где купить. Да, вот где купить. Например, маркеры Art&Hobby я на этом сайте покупала. Также красный карандаш непредставленный. Вот здесь все видите. Соответственно, можно перейти и попасть во все магазины посмотреть. Также у них на сайте есть раздел обучения. Просто сразу же скажу, потому что я тоже в нем участвую. Как раз сейчас у меня здесь урок был, где выложен на платформе SketchMarker полноценный урок, данные референсы, цвета, которые использовать. И, соответственно, в комментариях я отвечала на ваши работы. То есть, стоит вообще рассмотреть SketchMarker и как фирму маркеров, и как платформу, то, что они выкладывают обучающие уроки, что тоже как плюс. Так что обратите, пожалуйста, на это тоже внимание. Как выглядят другие маркеры? Могу вам просто показать по названиям. Допустим, маркеры Graphite. Чтобы вы просто видели, как они пишутся. Маркеры Graphite. Вот так они пишутся. Сейчас мы их откроем. Да, собственно говоря, вот так они выглядят. Вот такая форма, большая у них палитра. Вот так выглядят маркеры Graphite. Также есть маркеры Style File. Тоже смотрите, значит, как пишутся. Style File. Тоже хороший, очень похожий на Graphite. Выглядит вот так. Стоит, ну, сами видите. Я вам уже говорила, что они стоят в районе, там, 350 рублей за штуку. Вот так вот они выглядят. Они есть с наконечником Brush и с наконечником не Brush. То есть вот так вот выглядят. Style File. Маркер. Еще у нас есть маркеры Chart Pack. Chart Pack. Пишется это вот так. Маркеры. Маркеры. Вкрывается у нас Яндекс. Вот так выглядят картинки. Они отличаются тем, что у них только один наконечник. Один наконечник толстая дота. Ну, и можно рисовать как тонкие, так и толстые линии, в зависимости от того, как вы будете крутить перо. Специфический бензиновый запах, этим они отличаются от других маркеров. А так мне очень нравятся они тем, что они делают хорошую, равномерную заливку без эффекта забора. То есть она не настолько насыщенная и жидкая, что очень круто, это уже не то, что очень круто заливают. Поэтому, если нужно заливать стены на формате А3, то круче всего сделают это именно маркеры Chart Pack. Ну, тоже советую покупать, допустим, серую гамму. Всегда пригодятся и классные там оттенки серого. Для заливки стен вообще идеально. Но учитывайте то, что маленькие эскизы, если вы рисуете большой скетч на маленьком формате, то с таким толстым наконечником будет рисовать проблематично. Поэтому тут нужно пробовать разные фирмы для себя, найти именно ту, которая вам будет комфортно работать. Но я думаю, что что-то типа FineColor или скетчмаркер, аналогичные по перьям, обязательно вам подойдут. Итак, давайте посмотрим приложение Алиэкспресс. Вот мы открываем приложение Алиэкспресс. Так вот оно выглядит. Собственно, так выглядит и для Android, и для iOS. Вот Алиэкспресс, кто-то пользуется сайтом, кто-то пользуется приложением, а пользуется приложением. Итак, я захожу в верхнюю строку, вот здесь, где поиск, и вбиваю Touch New. То есть вот прям так. Это вот эти китайские маркеры, аналоги корейских Touch, про которые я вам говорила. Вот верхнюю строчку прям открываем, арт-фломастеры. Тут совершенно неважно, какой продавец, можем тыкнуть на первого попавшегося, как я обычно говорю. Вбиваем Touch New и тыкаем на первого попавшегося. То, что я говорю, выбираем Interior Set 80. Это не здесь, надо искать и не сюда вбивать. Это уже мы открываем какого-то продавца. По поводу продавцов я не заморачиваюсь. Честно, никогда не читаю отзывы о продавцах. Покупаю, покупаю. Покупаю обычно дешевку, поэтому мне все равно. Ну, не пришло, не пришло, я вообще забуду. Вот, дальше мы идем с вами в цвет отправка из, нажимаем. И здесь как раз мы видим наборы. Вот у него этого нет, этого нет, этого нет. Плохой продавец. Вышли, не понравилось нам. Берем следующего продавца. Идем в цвет. И вот смотрим, что мы здесь имеем. Здесь мы имеем, вот полный у него набор 168 цветов. Стоит 6,825. Вот здесь все цвета. Много вырви глаз, много пастельных, много серых. Да, внизу вот эти серые, это круто. Вот эти цвета я люблю. Дальше я обычно советую брать либо архитектуру. Не анимейшн, анимейшн, нет, фэшн. Даже для фэшн лучше не брать фэшн, потому что будет очень много очень ярких. Даже для фэшна лучше брать архитектуру, либо интерьер. Потому что вот 80 архитектуру открываем. Вот что мы здесь получаем. Достаточно много зеленых, что вполне подойдут для ландшафта. Очень много серых, голубых. То есть вот этот набор хороший. Вот он, архитектура. 80 цветов. Стоит 2809 рублей за 80 маркеров. К этому сверху нужно докупить вот такой наборчик серый. Вот такой, допустим, серый. Потому что они, вопер, кончаются быстро. Вот такой есть за 1121. Клевый. Тут, видите, есть вся растяжка холодных серых, верхние две строки. Вся растяжка теплых серых, средние две строки. Голубо-серые, BG. Вот это BG. 1, 3, 5. И Green Grey. Вот этот наборчик я бы за 1100 еще докупила в кучу к любому архитектурному. Либо архитектура. Вот Interior 80 тоже. Здесь мы видим, что тут Cool Grey. Идет тоже вся растяжка. То есть Cool Grey 1, 2, 3, 4, 5. Потом пошел 7. Потом Green Grey 3, 5, 7. BG. Ну, пляшут. А если брать архитектурный. Где он у нас архитектурный? Clothing. Вот архитектурный 80. Вот этот. То здесь мы видим как раз Cool Grey 0, 5, 1, 2, 4, 6. Но все равно не полный. А вот если это купить сверху серый, то будет полный. Это что касается Touch New китайских. Обзор подробный на YouTube у меня есть. Смотреть его не надо. Он долгий, длинный. Я не думаю, что это актуально. Потому что то, что я сейчас говорю, мне кажется, гораздо актуальнее. Вот. Это вот маркеры Touch New. Они имеют один наконечник, как здесь на картинке нарисовано. Лопатка. Другой вот тоненький. Вот такой. Вот такие наконечники. Вот такие коробочки. Как бы. Браши у них нет. Стоит 2 800 за 80 штук. Очень хорошее вложение для старта. Вообще шикарно. Чуть получше маркеры, но чуть подороже. Это у нас называется New Fine Color. Набираем также в строке поиска Fine Color. Вот Fine Color, как я написала. Собственно, тыкаем на верхнюю штуку. И вот мы тоже видим наборы. Допустим, я ткну сейчас вот на первый. Смотрим, что здесь есть. Вот тоже наконечник. Один пуля, один лопатка. Вот такой круглый этот самый. Вот это то, что они кладут, видимо, в набор добавляют. Дальше мы также идем цвет отправкой из. И вот видим наборы. Я иду в большие. Вот 60, 72 у них максимальный. Открываем 72. Вот такие цвета. Кстати, здесь хорошо видно, что здесь выкрашены маркерами не просто. И хорошие они здесь не яркие. Самые яркие 140 красный. Вот я прям такой набор прям купить хочу. Сейчас я себе скриншотик сделаю. Смотрите, какие хорошие приглушенные цвета. Но мало серых. А зеленые прям крутые. Вот прям вообще верхняя строчка. Смотрите, реально это выкрасы. Либо они приглушили в программе, но цвета выглядят крутыми. Итак, вы здесь видите, что будет, если 36. Да, вот вы получите. Что будет 48, то есть добавляется колонка. 60 и 72. И такой набор стоит 3252 рубля. Можно даже выбрать, чтобы они отправили вам из России. Вот как раз только два набора. Из Китая и все остальное. Так. Ну, к примеру, еще другого продавца зайду. Открою другого продавца. Посмотрю здесь цвет. То же самое на Animation Set. 72 Animation. Clothing, Clothing Animation. Не надо. Нам надо искать либо архитектуру, либо интерьер. Открываю следующий. Смотрю здесь цвет. Ну, здесь вот у них чего-то мало. Берем следующего продавца. Ну, так вот чуть-чуть прошуршим, разберемся, найдем. Берем следующего цвета. Вот тут пошли наборы. Просто не все в наличии. Building Design тоже хороший. Смотрите, главное, чтобы были не ядреные цвета. Вот тут мне понравилось то, что там реально показаны выкрасы. Ну, дальше тут есть отдельно наборы. Смотрите. А тут вот с наконечником браш пошли уже. Телесные цвета. Идем в цвет. В цветах мы даже лучше увидим. Ну, только телесные в брашах. Ну, для тех, кто фэшн, к примеру, вот классные цвета. Ну, и таким образом роемся. То есть, по идее, можно написать файн-колор браш, но не факт, но можно попробовать браш. И тогда мы увидим с вами с кистями. С кистями будет дороже. Попробуем вот это открыть. Посмотрим, браш или здесь. Вот с брашами. С одной стороны, как видите, лопатка, с другой браш. Цвет выбираем. И здесь есть набор стандарт-дизайн 72 цвета. Ну, зато смотрите. Много зеленых, много голубых, много серых. Хороший с наконечником браш будет. Но браш, видите, 72 цвета стоит уже 6700. Ну, 6742 на 72. 6742 разделить на 72. Ну, по 93 рубля. Ну, вот, собственно говоря, то, что мы посмотрели в этом аккаунте. Сейчас я же на него подписалась. Где-то вот они. Вот они тоже здесь. Видите, при покупке почти 95, 92. Сумочка в подарок. Это уже, так понимаю, они возят это из Китая. Ну, как бы цвет тот же самый. А цена та же самая. Это что касается фан-каллера с наконечником браш. Да, уже идет дороже. Уже за 70 цветов вы получаете не 2800, а 6700. Но зато браш. Актуально для рисования, допустим, тканей. Либо если вы уже давно работаете. Допустим, какие-то мягкую мебель брашами хорошо рисовать. Ну, как бы так. Если быстрый скетч, то это лопатка все-таки. Если какая-то детальная проработка текстурок, текстиля, то лучше браши. Поэтому я пользуюсь и тем, и тем. Вот за 16000. Что здесь? Прямо вот этот ящик, наверное. Ну, в общем, сами понимаете, да? 265 цветов. Можно за 26000 купить. 160 цветов. И это будет с брашем, я так понимаю. Ну, не важно. Такой набор покупать не надо. Огромный зачем? Таким образом мы ищем с вами маркеры. Вот. И последнее, что я хочу здесь показать, это микрон. Микрон. Это линеры. Так вот пишется, как я написала. Тыкаю на микрон в арт-фломастеры. И получается вот то, что, собственно говоря, я вам показывала оригинальные, которые в Москве в магазине продаются по 200 рублей штука. Здесь можно их купить, ну, там, от 70. То есть, допустим, вот я выбрала, нажимаю цвет. Ну, тут по 156. Ну, вот они есть. 0, 0, 3, 0, 0, 5. Это совсем тонюсенькие. Потом пошли 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Вот так. По 156. Есть вот по 58. Браш, допустим, то, что я показывала отдельно, как браш. Вот она 58 стоит. Дальше вот сюда ткнем, посмотрим, что здесь цвет. Здесь по 185. А где-то я видела их и по 48, по-моему. В общем, надо пробовать покупать разные. Вот они по 48. И подороже, подешевле посмотреть. Основное, на что обращать внимание, чтобы они не мазались. Если вы сразу по нему будете спиртовым маркером рисовать. То есть, нарисовали карандашный, обвели линером. Клячкой стерли этот карандаш. И дальше рисуйте линером. И потом начинаем рисовать маркером. Главное, чтобы не мазалось. Смотрите, они есть также цветные. Поэтому при заказе обращайте внимание. Можно заказать темно-коричневые. Можно заказать черные. Цветные они как бы не нужны. Поэтому не тратьте вот на вот это деньги. Можно коричневый брать. И то вот этот вот. Сейчас. Вот этот вот темный-темный. Четвертый. Темно-темно-синий. Вот хороший, который третий. А вот эти все яркие. Они не нужны. Вообще. Вот от слова совсем не нужны. Вот такие темно-коричневые. Правый нижний угол. Да, окей. Вот такие вот классные линеры. Так что вот. Вот что можно купить на Алиэкспресс. Масштабной линейки здесь нормальной не было. То есть я не знаю, как вообще ее назвать. Архитектурная линейка. Но тут фигня на самом деле. Она даже архитектурная линейка. Я такую нормальную, которую я вам показывала. Вот такую. В нормальном виде видела только на Амазоне. Вот она выглядит так же. Вот написано 1-300-200. Но на самом деле на ней могут быть масштабы вообще не те. То есть вот тут нет вот этого 33-го, 75-го. То есть непонятно на самом деле. Плюс кто-то заказывал. Длина линейки 15 сантиметров была. То есть вроде рисуют они то, что надо. Ну вот допустим, что здесь такое. Ну вот нижний, да. Вот это 20, 82, 24, 10, 15, 20, 25, 33, 50. Ну вот может быть. Может быть можно попробовать. Но опять-таки цена 1135. То есть скорее всего это то, что надо. То есть выбираем цвет и выбираем вот этот номер, который я сказала. А, ну ротринг, собственно, конечно. Не, ну вот это то, что надо. Вот, кстати, да. Масштабная линейка. Ну цены как в Москве в магазине. То есть просто если вы не из Москвы и не можете пойти в магазин купить, тогда окей. Если в Москве в магазине, в передвижнике за те же деньги можно пойти купить и заказать. Ну а так вот, как бы да. Пожалуйста. Нашлась. Наконец-таки можно сказать. Это линейка на Алиэкспресс. По поводу бумаги. По поводу бумаги. Блэк Бани. То, что я вам показывала. Блэк Бани. Вот она бумага. Что-то я на него не подписана. Вот эти вот скетчбуки Макс Гудс. То, что я вам показывала. Коричневый, в котором у меня была нарисована там красота моя с зеленым диваном. Это Макс Гудс. Блэк Бани. Это вот эта бумага с клейкой обратной стороной, которая ничего не пропитывает. Классный. Вот он в Краснодаре наставляет по всему, по всей России. Там, я не знаю, по всему, наверное, СНГ. Что еще я хотела вам показать? А, эти самые коробочки. Вот написано Макс Гудс. Это Евгения Корчевская. Потому что раньше она называлась Fox Inventions. Но, видимо, они решили объединиться. Объединиться. Потому что я смотрю, у меня в ленте начали появляться вот эти вот миксовые фотки. Макс Гудс. Это то, что я вам говорила. Вот они как бы бумагу делают. И вот как бы они объединились вместе с ней. Поэтому это не я, лохня, то, что я не могла вам найти у себя в ленте. А то, что она просто помидорировалась. Вот она раньше называлась Fox Inventions. Бай Евгения Корчевская. Итак, это вот эти мешочки, в которых у меня тоже стоят маркеры. Мешочки, мешочки. Вот так в них хранятся. Очень удобно перевозить. Вот такие они еще палитры делают. Ну, к сожалению, палитры не расчерчены. Поэтому вот так вот не раскрасишь. Это неудобно. Я бы хотела, чтобы можно было просто раскрасить. Они пустые. Вот, допустим, моя фотка. Тоже эти мешки лежат. Вот тоже моя фотка. Вот эта палитра. Но мне пришлось вот это самой расчертить. Это не очень прикольно. Ну, палитры, я не знаю для чего. Я брала чисто так вот, чтобы фотки были красивые. А так, по идее, чтобы вы знали, где у вас какие маркеры, какого цвета, когда их много, это актуально. И вот пошли коробочки. Есть вот такие коробочки с разделением на каждый маркер. Есть вот такие коробочки, типа как у меня, где по кучкам по цвету можно разделить. Вот это самое такое крутое хранение. Но они стоят, конечно, недешево. Не дешево стоят, но зато красиво. Ну, может быть, у вас рука с темушили. Может быть, раньше в Икеи были похожие. Но кто-то приспосабливал. Сейчас такого нет. То есть, ну, можно что-то придумать, подобрать. Либо найти где-то дешевле. Либо заказать у них. Может быть, сейчас производство стало у них больше из-за того, что они объединились. Потому что девочке было одно, и, очевидно, делать невыгодно. Вот, поэтому коробки стоили дорого. Вот, что касается хранения маркеров. Да, ну, самый крутой вариант, конечно. Вот я тогда первый раз это увидела у Ани Расторгуевой. Вот как раз ее фотка Ани Расторгуева. И именно у нее я увидела вот эту фотку с этим ящиком. И пошла уже изучать, кто же делает эти ящики. У нее красиво здесь было сфоткано рабочее место. Вот, да. И вот прям вдохновляет фотография заказать этот ящичек. И вот есть еще арту бокс. Вот у меня коробка от них. Ну, честно, я не хочу делать антирекламу. Они сказали, что сама виновата, что у меня перегородки треснули. Они сделаны из пластика, а-ля оркстекло. Что я запихала слишком много маркеров. Ну, не знаю. На самом деле, мне кажется, что это хорошая отговорка. Ну, в общем, вот у меня ихняя коробка. Но вот у Fox Inventions или то, что сейчас Max Goods Tours, я думаю, что оно круче по качеству. Потому что там деревянные перегородки. И я им верю больше, чем вот этим вот пластиковым. Так как у меня это все провисло. Вот. Вот они перегородки. Как бы это ненадежно. Вот. Деревянные гораздо надежнее. Вот у меня такой ящик правый нижний, самый большой. Стоило недорого, но это было когда. Ну, сравните. Вот даже я тут спрашиваю. Вот. Ну, сравните. В общем, цены. Ну, здесь было. Узнайте, какие цены сейчас. Потому что моему ящику уже много. Но, конечно, он крутой, удобный. То есть есть вот такие, чтобы можно еще папку было положить. Сразу скажу, берите самое большое. Заполняется очень быстро. Вот моя фотка. У меня полный ящик. И еще... Сейчас еще куча полных мешков. Вот. Так что... Ну, все, наверное. Я про материалы по всем уже вам сказала. Вас замучила. Надеюсь, не совсем. Так что спасибо, что все посмотрели. Если будут вопросы, еще раз говорю. Пишите. Так что...